Всем привет! Как удалить пятна кофе с постельного белья? Крепко сваренный кофе оставляет сильные пятна, которые плохо выстирываются в стиральной машине. Обязательно нужно замачивание. Как раз тот самый случай, когда кофе в постель. Как я это постираю? Маски для сна. В моем доме многие любят маски для сна. Я вот не люблю маски для сна, но в июне, когда практически 4 часа ночи, в полдвенадцатого только заходит солнце в 4, оно встает уже в полтретьего, в полчетвертого. Вот маска просто необходима. Я не люблю маски за то, что ресницы, они или выпадают, или становятся прямыми, потому что маска придавливает ресницы. Но тут появилась новая маска. В ней ресницы не придавливаются совсем. Настолько комфортная маска. Просто класс. Даже тем, у кого нарощены ресницы, она подойдет. Поэтому обратите внимание. Вот такой бренд. Достаточно глубокое для ресниц место. Ну, где-то на Озон или Валберис покупали. Честно, не помню. Обратите внимание, есть и такие маски для сна. Вот такой бренд. Маску для сна тоже стираю мылом для детского белья. Вот было написано гипоаллергенная, потому что это вообще соприкасается с лицом. Натуральный кофе был сварен. Теплая вода. Обязательно вот замачивание. У меня уже были такие случаи. Кофе, когда натуральный разливается, если стирать, все равно остается коричневое пятно. У меня часто такое на скатертях бывает. На скатертях. Поэтому замачиваю пододеяльник. Буду замачивать пододеяльник. У меня пододеяльник вот так сильно запачкан. Чем я буду? Можно перкарбонатом натрия. Можно каким-нибудь отбеливателем. Кислородным. Кислородным каким-нибудь отбеливателем, потому что нужно выталкивать это. Не отбеливать, а выталкивать этот раствор. Пока не начался процесс, сразу закладываю. Арктика. Гипоаллергенный, потому что у меня постельное белье. Вот для постельного белья все должно быть гипоаллергенное. Закладываю все пятна. Не всю вещь, а только те места, которые испачканы. Вот все для постели гипоаллергенное должно быть. Особенно сейчас, когда начало цвести и что-то цветет так сильно. Лишних аллергенов вообще не надо в постельное белье. Самое интересное, многие страдают именно аллергеной. На что-то там. Но никогда не обращать внимания, что надо и порошок-то менять. Что порошок-то нужно использовать гипоаллергенный. Вот я замочила. Теплая вода, не горячая. Даже не 40 градусов, как написано. Теплая вода, чтобы все это отошло. Вот хорошо уходит кофе. Оставляю полчаса. Вторую часть. Тоже можно было пустить сейчас. Вторую часть замочу в перкарбонате натрия. Не персунь все-таки возьму, а столовую ложку перкарбоната. Еще вода у меня ржавая, поэтому сюда пойдет перкарбонат. Сам честно, не важно какой. Они какие-то сильнее, какие-то чуть слабее. Но все равно это все гипоаллергенно и идеально подходит для постельного. Особенно учись, что здесь у меня очень много получилось. Я часто замачиваю и в холодной воде. Мне нравится, и в холодной работает хорошо, и в холодной. Не обязательно прямо в 90 градусов, как написано на этикетке. Здесь у меня тоже замочены вот эти места просто. У меня на скатерти хорошо видно. Выстиранная хорошо скатерть. И вот пятна кофе не отстираны. Вот они с изнанки, их видно. Так скатерть зеленоватый, и на лице не видно. А если бы была белая, то это бы пришлось перестирывать. Вот такие. А если я поворачиваю на лицо, то здесь и не бросается в глаза. Поэтому с изнанки в чрезвычайно лучше смотреть. Вот кофе вот такое имеет свойство. Не выстирываться до конца. Полежали полчаса простыня под одеяльник. Все чистое. Это здесь у меня Арктика. Вообще все беленькое. Перкарбонат натрий. Еще чуть-чуть надо полежать. Вот какие-то немножко. Ореолы есть, но основная масса уже все отстирана. И тот, и другой гипоаллергенный и хорошо справился. Арктика справилась лучше, потому что там еще что-то есть. Какие-то прям все отстиралось. А не отстиралось, все ушло в воду уже. Ладно, пока будет лежать простыня, я могу весь под одеяльник засунуть. Благо гипоаллергенный не страшно. Пусть полежит. Все, все чистое. Все закладываю в стиралку. Под одеяльник и это. И отстирываю. Кофе уже нету 5, он можно стирать 30-40 градусов, не больше. Стираю детским, тоже Арктикой, тоже гипоаллергенный. Почему детским? У детского более лучше смягчитель, чем 3 в 1. Концентрат. Вылила. И все. 40 градусов хлопок. Стижка закончилась, можно вяжать чистенькая, белишка. Как еще удалить пятна кофе с шелка? С шелка, значит, берут 20 частей глицерина и 1 часть нашатырного спирта. И такой состав хорошо удаляет пятна кофе с шелка. С шерсти достаточно 35-градусный глицерин. Глицерин разогретый до 35 градусов, с шерсти хорошо удаляет пятна кофе. У меня простыня на резинке. Я складываю ее в два раза. Выкладываю вот так на доску. И потихонечку выглаживаю всю-всю-всю полотно. У меня остается не выгружена только вот эта часть. Потом я ее надеваю на доску. Отглаживаю. Две сразу с одной стороны глажу. И вот так. Все догладила. Теперь складываю простыню в четверо. Угол с углом. Угол и угол соединяю. Вот четыре раза получается. И выкладываю на гладильную доску. И теперь этот угол тоже закладываю. Складываю углом и закладываю небольшую складочку. У меня получился прямоугольник. Пополам. Все это вовнутрь, чтобы внутри все было. У меня все внутри лежит. Складки. Я сложила. И еще раз пополам сложила. Вот моя простыня. Сложенная. В три раза. Зависит от того, какая глубина у меня шкафа. Можно в три раза свернуть. Можно в два. У меня глубокий шкаф. Поэтому я складываю в два. Идет сюда сразу наволочка, которую я также отгладила. Складываю под одеяльник пополам. Отглаживаю. В ширину складываю. Длина у меня здесь. И еще раз пополам. Получается в четыре раза такая длинная у меня полоса. Не сворачиваю. Вот в длину сложила. И теперь сюда складываю свою простынку с наволочкой. И теперь аккуратненько все заворачиваю. Под одеяльник ровно расправлено. Здесь несколько раз свернутое пастильное белье. Получается идеально запакованный комплект белья. Все здесь внутри. Никто не потеряет наволочку. Просто. И вот так на полке они у меня лежат. За счет вот этого замачивания хорошо отбеливается постельное белье. Иногда, когда постельное белье приобретает какой-то сероватый оттенок, самый дешевый кислородный отбеливатель или перкарбонат натрия, замочить. И серость уходит. Хорошо уходит серость. Но замочить надо. И я вот замачиваю в такой теплой воде, чтобы рукам было комфортно. Не 40 градусов, как там у них написано. Ну что, всем пока. До новых видео.